ребят привет заходите к нам в прямой эфир потому что я хочу вас познакомить с кем-то очень я хочу познакомить вас с андреем петровым это петровым да это оплатимые партнеры тони ровенса и он сейчас в майами и вообще расскажи чем ты занимаешься как ты сюда попал куда на тренинг тони я приехал на машину из маями чем ты занимаешься я помогаю людям сложных в жизни ситуациях помощь не может я на юге залог какая миссия хорошая помочь людям сложной ситуации отлично как-то тони роббинса в целом и книжку почитаю давно лет 5 она тебя так вдохновила что ты решил приехать на тренинг узнать какой большой человек написал книгу да мне понравилось послушно слышали ну и каким был твой первый тренинг ты был на юпи дабы не да где в лондоне и в сингапуре в лос-анджелесе что произошло после этого тренинга что-то узнал что ты решил поменять в жизни нет просто принял несколько решений но реально жизнь кардинально поменялась до и после эти решения привели тебя к каким-то результатам глобальным но я не могу сказать что но если запрос есть да объем почему ты принял решение стать платиновым партнером это все-таки 85 тысяч долларов на данный момент достаточно большая сумма отключаемся все спасибо ну что почему это не про сигнификацию это не про значимость да не про значимость короче тони нам рассказывает что основная цензура поди сюда я хочу тебя познакомиться нашими ребятами зрителями канала тони роббинс раша всем привет всем привет расскажи кто ты чем ты занимаешься о господи боже мой кто я я женат пятеро детей живу в майами до этого жил в питере занимался бизнесом а сейчас приехал начать жизнь сначала или дальше или продолжить ее на сегодня да я пера как ты сюда попал почему решил приехать билет подарили вау кто тебе подарил взять таким друзей которые дарят билеты вадим хайрули за пять тысяч долларов да 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 ну я не знаю сколько он заплатил но билет до пять тысяч стоят а почему вадим тебе вдруг подарил билеты у него была какая-то наверное да наверное да но мы 25 лет с ним знакомы он мы с ним когда то были на похожем тренинге я когда то вел такие тренинги 25 лет назад и он просто решил что наверно для меня он что то наверное хочет для меня но что он считает что это полезно будет ну понятно да то есть мотивация считает что у меня есть потенциал который надо вот дернуть открыть Взорвать там, в общем. Поделись, где взять таких классных друзей, которые так и тебе заботятся, что хотят заботиться о том. Сама жизнь. Любите жизнь, и жизнь будет любить вас. Вот ребята спрашивают, как там жизнь в Майами? Жизнь в Майами офигенна, если выкинуть мозг в сторону. Потому что мозг все время просит обратно вернуться, привычки старые, ресторанов. Там не хватает привычной жизни. Естественно, Майами в два раза дороже, чем Питер. Поэтому, но зато каждый день солнце. Это самое главное. Круто. Почему ты решил в Майами вообще переехать? Здесь тепло. Здесь офигенно. Здесь родились мои дети, поэтому, наверное, родная точка. Просто сидел в Питере, тебе надоел дождь, и ты решил, да приеду я в Майами. Нет, я приехал рожать. Мы приехали рожать. Да, мы приехали рожать, и вот произошло некоторое событие, не хочу сейчас о нем рассказывать, и мы решили остаться. Вау, у тебя пять детей? Да, пять детей. О май гад. Пока пять. Пока пять. Окей, пока пять. Слушай, ну вот ты пришел на семинар Тони Роббинса. У тебя крутые друзья, которые подарили тебе сюда билеты. Причем у него непростая категория. Это стоит даже не пять тысяч долларов, это даймонд. Даймонд стоит еще там в два раза дороже. Я даже не знал. То есть это просто космос. То есть Зурап сидит рядом с Тони Роббинсом прямо у сцены, и в самой морозильнике мерзнет больше всех. Что ты чувствуешь? Какие у тебя инсайты за первые четыре дня? Энергетика. Сумасшедшая энергетика. То есть для меня, ну, не то чтобы, к сожалению, интеллектуальной составляющей ценности нету. Именно энергетика. Энергетика сумасшедшая. То есть он жгет прям вот именно своей энергией, напором. Атмосфера обалденная. Само собой общение, танцы, все. Ну, атмосфера, да. Такой заулыбался по поводу общения. Расскажи, с кем ты здесь уже успел познакомиться в нашей русской делегации. В делегации, с кем я познакомился? Я с тобой познакомился. И у меня еще были, как это сказать, бадди-партнеры. Бадди-партнеры. Потрясающе. Несколько человек так. А познакомился со всей русской делегацией случайно, когда пришлось взять в руки ситуацию и кричать «Я лидер!» Вот. Ну, вот круто, да, что Медпартнерс привозит, дает возможность людям из России приехать во Флориду, приехать на семинар, организует русский перевод, делает русский ужин. Вообще, полный сервис. Не, круто, да. Нет, с точки зрения комфорта, удобств, организации, все вообще нереально. Посмос. Здесь можно отдыхать, наслаждаться. А чем ты в жизни занимаешься? Какой у тебя бизнес? На сегодняшний день у меня нет бизнеса. У меня есть просто... Нет, у меня есть бизнес, он маленький совершенно, там, небольшой завод, который делает чехлы для телефонов в Питере. Ну, он просто мне как бы остался, как сказать, с прошлых лет. То есть, просто для того, чтобы сохранить старую команду, пришлось сделать небольшой бизнес, чтобы люди к нам работали. А увлекаешься чем? Я спортсмен, морской аквариум. Ну, то есть... Что такое морской аквариум? Ну, я люблю морские аквариумы. Морской аквариум – это мое хобби. Что такое морской аквариум, люди? Вы знаете, что такое морской аквариум? Ну, это круто, это очень красиво, когда у тебя там стоит в квартире 500 литров воды, и ты ухаживаешь за рыбками, которые там живут, знаешь, кого как зовут. Вау, интересно. Ну, я хотела тебя спросить, ведь вчера был такой интересный день про отношения, и Тони рассказывал, как понять нас, женщин, мы с другой планеты, с Венеры. Как сделать так, чтобы отношения были гармоничными? Какие у тебя инсайты? Отношения – это самое лучшее, что есть у меня в жизни, и я говорю только здесь, ну, два золотых правила. Мужчина должен быть мужчиной, любить женщину до конца. Женщину понять несложно, если ты ее любишь сердцем, не головой, без всяких правил. Ты просто ее любишь безусловно, красивая, она некрасивая, депрессия, счастливая, общительная, любая, любая, беременная. То есть ты ее должен просто любить, пока жизнь не закончится, эта жизнь. Ты ее должен любить на все века. Для женщин, в принципе, есть, конечно, тоже маленькое-маленькое правило. Вы можете быть сумасшедшей, вообще мать оторванной, и будьте, какой вы хотите. Единственное, что, если вы хотите, чтобы мужчина был с вами рядом, это вы должны считать, что он чуть-чуть главнее вас. Все. Ваши отношения навсегда. Класс, смотри, девочки тебе пишут, молодец, настоящий мужчина, какой ты классный. Ты действительно, женщина, очень важно дать вашему мужчине почувствовать себя. Свобода, да, свобода. Давай, прокричи, как это вчера кричит. Свобода будет, блинам! Вот так вот вчера они кричали, как настоящие звери. Да, да, это потрясающая энергетика. Это был такой момент. Хочется сказать, свобода, и убежать, чертовой матери. В лес. Самку искать. Класс. Тебе, девочки, желать еще больше любви, Зура, еще больше любви, как вас, очень круто, удивительно. Если есть вопросы какие-то к Зура, вы напишите, пожалуйста. Скажите, порекомендуешь кому-то быть здесь на тренере, Тони? Да, сто процентов, если есть эмоциональные застрялки или ментальные, то имеет смысл приехать, проветрить голову, проветрить душу. Кому-то, может быть, нужно больше в голове пошебуршать, а кому-то сердцем поработать. Здесь все есть, здесь все есть. Ну, для меня это энергетика здесь, конечно, сумасшедшая энергетика. Я как будто попал в прошлое, я давно в этом не купался. А вот, и получил много удовольствия, имеет, колоссальный смысл имеет. Для всех, у кого есть вообще надобность что-то менять в жизни. Если у вас все хорошо, то вам здесь будет, вам здесь будет просто весело. Просто. Да, если вы уже готовы к изменениям, и через вот эту дорогую дискотеку, как мы уже сегодня много говорили про энергетики, и Зураб еще раз это подтверждает, что он не слышит контента, который дает Тони, но этот контент заходит к нему на уровне сердца, на уровне клеточек. Вот то, что мы сегодня утреннее интервью обязательно посмотрите с Галиной, которая занимается энергетикой, тетей хилингом, и она рассказывала, что Тони специально делает все эти условия для того, чтобы это зашло к нам на уровне тела. И если вам понравится интервью Галины, то имейте в виду, это моя Бадди, мне пришлось сегодня немножко качнуть. Это была шутка. Ну да, здесь у нас, мы разделяемся на коуч-группы, и у нас есть Бадди, и это очень большая поддержка, то, что мы можем это обсуждать. Зураб, ты счастлив, что у тебя есть Бадди? Я счастлив, конечно, я не одинок. И смотрите, Бадди, Галина уже дала Зурабу свою тетей хилинг-сессию, а Зураб уже посчитал ее астральную карту. То есть они обменялись своими скиллами, навыками, и в этом рождается ресурсность, да, вот в этом обмене нашим, нашим тем, что мы можем делать, то, что мы можем дать друг другу. Ну что тут еще ребята спрашивают? Коротко о себе. Расскажи в трех постулатах о себе. Раз, два, три. Я? Я энергичный, уверенный, кошмар, что я говорю. Люблю семью, детей, занимаюсь спортом. Хочу каких-то новых игр мужских, там, бизнес, новые достижения. Но на сегодняшний день самое, ну, самое, больше всего, что я хочу, я хочу выучить английский язык. Для меня это прям вообще... Ты живешь в Майами без английского? Ну да, мне нужно его выучить просто, я очень хочу, хочу общаться с людьми. А сколько лет ты в Майами? Полтора года. Полтора года, ребят. Это мало, мало, ребят, это мало. Смотрите, вот нет, ничего невозможно. Человек живет в Майами, не говорит по-английски абсолютно. Да, ориентировался. А ты там общаешься, там, русское сообщество есть? Вот, женился 20 лет назад, пятеро детей. У меня прекрасная мама, у меня обалденные родители вообще были, папа просто уже нету. У меня есть брат, у него тоже четверо детей. То есть, ну, такая большая, мощная семья у нас. Класс, класс. Зураб, дай там два или три совета ребятам, которые сюда не приехали, но очень хотят развиваться. Ребят, совет очень простой. Возьмите бабки, купите билеты, приезжайте. Какие тут советы? Один совет. Хотите поменять что-то в своей жизни, меняйте вообще, в принципе, что-то и начинайте что-то делать, двигаться, двигаться. Движение? Да. Жизнь. Ну что, привет вам, Испалмвич. Наши замечательные мужчины дали нам тоже интервью, а то у нас женские составы такие. Посмотрите, какие они энергичные, посмотрите, какие они красивые, как они любят жизнь. Уже целых пять детей Зураб сделал. И вот я восхищаюсь. Я ничего не делаю. Я вообще ничего не делал. Мы говорили много про отношения. Посмотрите наш предыдущий эфир, где Олечка Сокольникова рассказывает те фишечки 3U, которые нужны, ключевые для женщины, и 3S, которые являются ключевыми для мужчины. А здесь мы передаем вам и контент, и энергии, и знакомим с участниками. Я надеюсь, что вам нравятся наши прямые эфиры. И в предыдущем прямом эфире люди спрашивали, можно ли Инстаграм Оли. Да, Инстаграм Оли Ольга Сокольникова, по-моему. Я думаю, что мы в посте выложим Инстаграм этих девочек, которые давали нам интервью. Она действительно потрясающе структурировала материал. Кто спрашивал мой Инстаграм, вы можете у меня еще в сторис смотреть инсайты, которые я пишу. Я сейчас вам напишу свой Инстаграм, подпишитесь, и я вам вышлю Инстаграм и участников тоже. Мари Ом. Вот, Мари, нижнее подчеркивание, Ом. Вот, тоже, у кого есть какие-то вопросы, можете мне написать в директ. Ну что, друзья, я рада делать эти короткие включения для вас, знакомить с нашими участниками, передавать вам энергию из семинара. И до новых включений следите за прямыми эфирами на Тони Робинс Раша.